Клинок и колдовство И сейчас 21 год и я только-только начал ее изучать И знаете, первое мое впечатление очень и очень хорошее Это большая, великая, крутая игра Но с многими-многими нюансами Про которые мы сегодня и поговорим В этом видео будет под видеораспаковки Мнение, обзор и какое-то первое впечатление Я пока сыграл полностью только один сценарий И он получился очень классным, очень интересным Очень таким атмосферным И может быть это повлияло на мое очень положительное первое впечатление В общем, все, я вам проспойлерил Сейчас буду пытаться как можно объективнее про эту игру рассказать Что из себя представляет Клинок и колдовство? Это очень такое своеобразное и можно сказать Удачное перенесение компьютерного Компьютерного РПГ на стол Таких попыток сейчас делают очень много Но большинство из них довольно громоздкие Сложные и мягко скажем неудачные Так как полностью сымитировать все, что происходит в компьютере На столе довольно сложно Из-за абстракции, из-за многих нюансов Множества параметров, многих вещей Которые нужно на столе отрабатывать вместо компьютера И Sword & Saucer имеет все те же самые недостатки Что и мощные крутые РПГ на столе А точнее, очень много просчета Причем просчета не еврового Где вы интеллектуально считаете игру Как в Вальцаре Маги, как в Ван Марсе Как в других Гаи и так далее Где в просчете и заключается интерес Здесь просчет компьютерный Вы должны учесть кучу модификаторов Вы должны учесть много всего Чтобы просто правильно отыграть тот или иной этап игрового процесса Если вы, допустим, кидаете кубы на свое оружие Вы должны посмотреть, какое это оружие Нет ли иммунитета у врага на именно на этот тип оружия Дальше, какие модификаторы для этого оружия срабатывают Какие не срабатывают Как этот конкретный враг ведет себя При этом конкретном ударе этим конкретным оружием Какие ваши другие шмотки, артефакты и так далее Повлияют на ваш вот этот бросок И все это довольно сильно перегружает То есть здесь счет такой немножко своеобразный Наверное, правильнее всего его называть именно компьютерным То есть в этой игре вы очень много всего делаете за компьютер В реальной компьютерной RPG за вас все это делает компьютер Здесь вы делаете это все сами Кому-то это нравится, кому-то это нет Но вы должны иметь в виду, что именно в данной игре Это очень большая часть самого игрового процесса Ну и объективный обзор, наверное, нужно начать традиционно с компонентов Компоненты очень хорошие Вы сейчас в распаковке видите и миниатюры Классные миниатюры, очень детализированные Если сравнивать с аналогичными играми Типа рунбаунда То здесь миниатюры на голову выше Карты здесь все глянцевые Это я не очень люблю Я предпочитаю все-таки такое тиснение Как у рыцаря-мага и так далее Здесь, как у третьего рунбаунда Все карточки глянцевые Ну что есть Качество высокое, плотное Все вроде бы хорошо Прицепиться по компонентам особо не к чему Кубики отличные, очень красивые Очень наглядная вся инфографика В общем, в этом смысле Единственная претензия, что я не люблю вот такие гладкие глянцевые карточки Второе, насколько она сложна в изучении И вот здесь, конечно, это, наверное, основной недостаток игры Она очень сложна Причем сама игра довольно простая Если ты с ней разобрался Но вот разобраться с ней очень и очень сложно В силу многих факторов Во-первых, правила написаны очень своеобразно Они написаны в форме справочника И это неплохо для того, кто игру уже знает То есть вы можете по правилам, по книжке правил Любой пункт найти хорошо По содержанию, там очень подробное содержание Со всеми подпунктами, со всеми эффектами и так далее Когда ты игру знаешь, правилами пользоваться суперски Ты очень легко находишь все, что тебе надо Но когда ты игру изучаешь, эти правила Немножко напоминают какую-то научную монографию Я специально по SWORD & SOCIALY ничего не смотрел на YouTube Потому что тут есть сюжеты, типа спойлерить и все такое Я хотел именно проходить сам Как вот взглянув на игру свежим взглядом И я не смог Да, я читал 3 дня правила И я читая не понимал игрового процесса Как они написаны? У вас просто описание, техническое описание По пунктам всех нюансов игры И не зная самой игры, ты читаешь как будто в пустоту То есть ничего не понимая В результате мне пришлось посмотреть видео какие-то С прохождениями, притом несколько И после этого, читая правила, я уже все начал усваивать То есть правила хорошие Но их слишком много И они не учат игре Они уже предназначены для тех, кто игру понимает Кроме того, их очень много 55 страниц для игрового процесса Который не сильно сложнее, чем второй рунбаунд Это перебор 55 страниц Я читал их несколько дней И удовольствия в этом чтении было довольно мало Я люблю читать правила Некоторые правила просто с удовольствием читаются Типа там даже сложные Тоже Dungeon Pets я три раза перечитывал И каждый раз получал удовольствие Потому что они написаны очень как-то атмосферно, наглядно и так далее Здесь атмосферы ноль Здесь просто научный подход Где тебе все разжевывают Но таким сухим текстом Таким профессорским, менторским тоном Что ты от этого устаешь Кроме того, нет наглядных примеров Да, в правилах есть картинки и так далее Но картинки с такой непонятной иконографикой Что по ним ни черта не понятно вообще Куда кто, какие эти стрелочки Куда что перемещается Почему это так Правила очень напоминают Справочник рыцаря-мага Вот у рыцаря-мага тоже ругают правила Там есть две книжки Одна вот такой справочник Где подробно все мелким шрифтом объясняется И типа пробный такой сценарий Где вам по шагово рассказывают Как играть Так вот В клинке о колдовстве остался только справочник Здесь нет такой книжки Где вам подробно показывают игрой процесс И в связи с этим У игры появляется один очень серьезный недостаток Который для многих-многих любителей настольных игр Эту игру убил В чем он проявляется? В том, что если вы играете в нее не по правилам То она становится раздражающей и неинтересной То есть вы можете каких-то нюансов не уловить Полностью отхоум рулить игру И она в этом варианте будет просто либо слишком сложной Либо слишком простой К примеру Просто банальный пример, который у меня в голову пришел В игре враги и сами герои Они кидают кубы на защиту То есть там есть режим атаки, потом идет защита от этой атаки Зависит она от ваших шмоток, от ваших способностей От способностей врага и так далее Так вот Многие летсплеи, где я видел критические Все просто кидают кучу кубиков на свою защиту Допустим, у них есть плащ на защиту, который позволяет кидать 3 кубика защиты Но это неправильно Потому что если по вам прошел 1 урон Вы не имеете права кидать все 3 кубика на защиту То есть на каждый урон не больше 1 кубика И этот нюанс, ну он красным по белому нигде не написан То есть ты должен его понимать Соответственно первые партии, если вы играете не поняв вот этот момент Вы проходите на ура и без всякого интереса Потому что вы защищаетесь По вам прошел 1 удар, вы кидаете свои 3 кубика и разумеется защищаетесь Но так оно не работает Или наоборот Вы там не поняли какой-то момент в другую сторону Например, то, что есть некий тайник, который нигде не описан Есть специальная колода, где маленькими буковками внизу написано тайник Так вот Нигде четко не написано, что когда вы начинаете сценарий Вы можете в этом тайнике рыться свободно И экипировать своего героя из этих шмоток стандартных Соответственно, те, кто этого не понял Они начинают свое приключение с голыми руками Да, голыми руками тоже можно биться и все такое Но вас просто замочат в одни ворота Потому что вы без оружия начали То есть, нюансов правил столько много И они не всегда логически понятны Что вы можете как себе игру сильно усложнить Настолько, что она становится непроходимой и невыносимой И точно так же вы можете ее очень сильно упростить Что она становится банально неинтересной То есть, игра раскрывается только тогда Когда вы отлично на зубок знаете все правила и все нюансы А их очень, 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 очень много Поэтому игра гениальная, суперская Но только для гиков, для маньяков, которые готовы потратить неделю И это не преувеличение Неделю Я тоже опытный игрок в настольной игре Я опытный, все понимаю Но я потратил неделю на эту игру Чтобы понимать И не факт, что я еще сыграю без ошибок Посмотрел кучу летсплеев Посмотрел правила Немножко повазал на BornGameGeek Да, я теперь знаю, как она играется Я понимаю, как все происходит Я сыграл одну партию сравнительно без ошибок И она была шикарнейшая На абсолютно тоненького Она прошел со всякими такими сюжетами Очень круто, очень Но только если вы знаете правила А это проблема Дальше Чем еще хороша игра? Вернее, чем еще хороша? Это было то, чем она плоха А чем она хороша? Поведением монстров Этого, такого я еще не видел Вот на экране сейчас Вы, может быть, видите карточки монстров У них есть алгоритм Это громко называть искусственным интеллектом Это не искусственный интеллект Это скорее поведение Но поведение монстров Очень разнообразное И очень интересное Там есть, допустим, арбалетчик Который в зависимости от ваших действий Немножко отступает Потом прицеливается И прицельным зарядом Бьет по вам из арбалета Если вы к нему приходите Он ускользает Уворачивается от ваших бросков Он может оперировать как арбалетом Так и мечом У многих врагов есть несколько видов оружия Несколько видов поведения Есть гремлины, которые в толпе, например Работают определенным образом Защищаются специальными шипами Как у дикообраза То есть выстреливают по вам Если вы его раните У каждого персонажа Есть целая модель поведения И она очень круто срабатывает В сюжетке Замечательная идея Замечательное Лучшее поведение врагов Среди игр Среди игр, что я пробовал Именно такое Медитрешевское Иногда оно настолько сюжетно Что ты просто не веришь Что это просто картон Вот такие сюжеты заворачивает То есть Поведение врагов Это очень сильная сторона Данной игры Да, это все сложно Но после нескольких партий Я думаю, что это будет Механика отрабатывается И игрок может уже Наслаждаться атмосферой Которую дарит Именно вот этот рандом Игра сюжетная То есть Но не легаси Каждый сценарий Можно переигрывать Из-за того, что Вы меняете героев Ваши шмотки меняются Выход врагов меняется Выход событий меняется Все это делает Каждый сценарий Неповторимый То есть В отличие, например От Cloud Spire Который мы недавно проходили Там тоже сценарная система Но если вы там сценарий прошли Вы его разгадали Следующий будет Примерно похожий С малыми отличиями Здесь Каждый сценарий Может проходить Совершенно по-разному Полностью Меняя Впечатление От игры То есть Здесь В этом смысле Ну лучше Ну тут Как бы и сравнивать сложно Потому что Cloud Spire Все-таки Тактическая головоломка Стратегическая А это Ну Амери трэш Чистой воды Но тем не менее Здесь много тактики Потому что Вы пытаетесь Маневрировать Теми героями И теми шмотками Которые у него есть Против Врагов У которых тоже есть Свои свойства То есть Здесь Ближе наверное По ощущению Как Тумани Бонс От игры Вообще Чисто мне Вот Чисто субъективно Вот эта игра Это что-то среднее Между рыцарем-магом И вторым Рунбаундом Здесь От второго Рунбауда Это Броски кубика Которые непредсказуемы Это полный Амери трэш В этом смысле А вот От рыцаря-мага Это сложность правил Это куча наворотов И это Довольно Тяжелый Игровой процесс Для того Чтоб в игру Погрузиться Поэтому например Те для кого Рыцарь-маг Чересчур евро Чересчур сложное То приглядитесь К клинку И колдовству Это Можно сказать Рыцарь-маг Но в Амери жанре Тут от вас Мало что зависит Очень много Удачи Очень много Бросков кубиков И Здесь вы Наслаждаетесь Не своим Интеллектуальным Преимуществом Не Каким-то Решениями А именно Тем что происходит С вашим героем Здесь мы Приходим Еще к одному Недостатку игры Или достоинству Как посмотреть Это то что Такая игра И подобные игры Они Не интересны И скучны И быстро Наскучивают Если вы Не умеете Строить Историю Если вы Не погружаетесь В историю А просто Отрабатываете Игру Как механику Тогда она Будет неинтересна Потому что По механике Вы просто Считаете Кучу Модификаторов Потом Кидаете Кубики Пересчитываете Модификаторы И смотрите Победили Или нет По механике Это игра На один раз После чего Она будет Казаться Ужасно Ужасно Скучной Но Если вы Хотите Именно Погружаться В историю То игра Раскрывается Это Вот Три момента Которые Я хочу Обратить Внимание Игра Будет Плохой Если вы Не потратите Очень много Времени На Правила Это необходимо К сожалению Их очень много Этих правил И очень много Нюансов Которые нужно Учитывать И много Условностей Которые нужно Понимать Второе Момент Очень классное Поведение Врагов И ситуация На поле Меняется Очень Атмосферно Ну и Третье Необходимость Создавать атмосферу Самостоятельно Либо группой Если вы играете Несколько человек Чтоб все готовы Были создавать Эту атмосферу Иначе Будет процесс Скучноватый Вот такое У меня Предварительное Мнение О настольной Игре Клинок И колдовство Что будет дальше Так как Она мне понравилась Соответственно Будет и летсплей И будет Какое-то Прохождение И здесь Интересный вопрос Как же Его проводить Я уже Не боясь Спойлеров Посмотрел Кучу Материалов По этой Настольной Игре Поэтому Мне не хочется Повторяться Я хочу Сделать Что-то Своё Но я В принципе Изначально Хотел Именно Атмосферный Летсплей Делать Так как Я делал Это По Firefly По Tumany Bones И так далее То есть Играть С погружением В атмосферу Поэтому Я не буду Делать Обучающие Какие-то Виде По этой Игре Просто Порекомендую Те Материалы Которые Уже Есть На Ютубе Я Посмотрел Несколько Летсплеев Могу Порекомендовать Отличное Прохождение На Канале Ом Games Суперский Монтаж Отличное Объяснение Почти Без Ошибок По Крайней Мере Нет Грубых Ошибок Которые По Игру Ломают Также Есть Хорошее Прохождение Английской Версии Этого Этой Игры На канале I Play Solo Тоже Хорошо Объясняется Все Видно Есть Ошибки Но Тоже Не Критические Неплохой Летсплей Есть На Канале Настольной Истории Там Ведущий Своеобразная Очень Манера И разговора Но Тем не менее Если вам Заходит Вот такая Непрерывный Поток Речи С Некоторым Юмором То Могу Тоже Рекомендовать Он Неплохо Проходит С ошибками Но Тоже Не Критичными Это То Что Я Посмотрел Еще Я Смотрел Несколько Маленьких Каналов Которые Тоже Делали Видео По Сворд Инсоцили Тоже В принципе Вполне Доступно Все Проходят Первый Самый Пролог И Я Уже Его Назубок Знаю И Можно Пройдя Его Вместе С другими Освоить Эти Правила Если Я Что-то Пропустил На Русскоязычном Ютубе Из Хорошего По Этому По Этой Игре Можете Написать В комментарии Чтобы Людям Помочь Разобраться Сам Я В Следующем Виде Начну Прохождение Этой Игры Именно С Отработкой Атмосферы А Не Механики Мои Герои Окажутся В этом Мире И Они Будут Жить В Нем А Руки Мои Будут Отрабатывать Механику Игры А язык Будет Рассказывать Что Будет Происходить Игру Не Берусь Рекомендовать Широкому Кругу Любителей Настольных Игр Вообще Даже Не Беру Может Быть Даже С Вам Нужно Зубрить Талмуд Очень Скучно Написанных Так Что Если Вы Вдруг Соскучились По Студенческим Временам И Хотите Провести Время Вспоминая Экзамены И все Такое То Эта Игра Для Вас Я Немножко Шучу Но На самом Деле В каждой Шутке Есть Доля Шутки Игра Для Настольных Гиков Очень Хороша В ней Достаточно Большое Количество В ней Довольно Много Всего Что Позволяет Получить Удовлетворение Когда Вы Преодолеете Игру И Сможете В нее Сыграть На этом Пока Все До встречи На нашем Канале И В мире Клинка И Колдовства Преодолеете